То есть это в основном только поглаживание и вот здесь. Массажи мы очень тяжело переносим, да, Женя? Массажи двухлетнему сыну Альбина делает ежедневно. Мальчик восстанавливается после перелома руки. В ноябре ему предстоит операция. По словам женщины, травму малыш получил в частном детском саду. Говорит, ей позвонила воспитатель и попросила забрать ребенка, так как он беспокойный и не может заснуть. Он как-то вот так вот от меня вот рукой, вот как вот так вот отмахнулся рукой. Я глажу-глажу, глажу-глажу и понимаю, что рука пухшая. И я испугалась, сразу же вызвала скорую. И сразу забрали нас в девятую больницу, сделали рентген, поставили диагноз закрытый перелом правой плечевой кости со смещением. Мальчику провели операцию. Он месяц проходил в гипсе. По словам Альбины, после случившегося она потребовала от воспитателя объяснений. Однако, рассказывает, перед ней даже не извинились. Частный детский сад, куда Альбина водила своего сына, расположился на первом этаже жилого дома. Сейчас учреждение продолжает работу. Однако с Альбиной сотрудники не идут на контакт. Дверь не открывают. Дозвониться до заведующей девушка тоже не может. Но нам удалось дозвониться до воспитательницы, которая в тот день была с Женей и передавала его маме. Женщина утверждает, ребенка забрали здоровым. Где она что с ним сделала, я не знаю. Все прекрасно видели, что ребенок абсолютно всеми частями тела шевелилось. Все прекрасно было. Что у них там здоровой случилось, я не могу знать. После обращения мамы мальчика в прокуратуру в садике прошла проверка. В ходе проверки довода обращения нашли свое фактическое подтверждение. И также в ходе надзорных мероприятий установлено, что в апреле текущего года несовершеннолетний, находясь на территории частного детского садика, который также находится в городе Верхняя Пашма, получил закрытый перелом правой плечевой кости со смещением. По словам юриста, если вина сотрудников будет доказана, им грозит уголовная ответственность. Мать доверила воспитателю своего ребенка, и воспитатель должным образом не осуществляла за ней уход, усмотр ее, да, тогда будет отвечать на 238-й, это оказание услуг, не отвечающих требования безопасности. В случае, если ее деяния, какие-то ее действия повлекли по неосторожности, причине тяжкого вреда здоровью, то это статья 118 Уголовного кодекса. По итогам проверки прокуратура готовится подать иск в суд. Альбина намерена получить компенсацию от сотрудников учреждения. Когда Женя поправится, родители планируют отдать его в муниципальный детский сад. Полина Кангина и Радик Аскаров. События ОТВ.